Приветствую всех участников конференции. Моя фамилия Лейман, зовут меня Артур, я приехал из Германии. Родился я сам в Казахстане. И более 23 лет проживаю в Германии. В 2006 году я побывал в горах Тибета и два года позже открыл нечто, что навело меня на мысль. На нашей планете все зашифровано абсолютно и все физические, математические законы, которые раньше существовали, они потихонечку будут ослабевать по отношению к тому, насколько велик Бог и Создатель, который сделал нашу планету. В общем-то, вчера я уже имел возможность полчаса выступить, поэтому начну с середины своего выступления, именно с египетских пирамид. Обратите внимание на эту полосу. Для того, чтобы ее сделать, нужно сделать как минимум от одного угла до другого, натянуть шнур и 20-30 сантиметров сделать завал. Понимаете, люди, если они произошли от обезьян, не могли такого сделать. И теория Чарльза Дарвина, она в принципе, он был масон, сын масона, и в свою очередь его отец был сыном масона-директора масонской ложи. Поэтому масоны специально все запутали для того, чтобы увести человечество от правды. По моему мнению, плату Гизы и электронная плата имеют параллели. Сами посмотрите, все те конструкции, которые вот здесь находятся, да, говорят, там якобы жили строители этих египетских пирамид. На самом деле, это все можно сравнительно анализ провести. Видите, оно все подходит абсолютно. Теперь сравнительно анализ континентов, которые находятся у нас на планете. Это Южная Америка, на самом деле это дельфин. Это Австралия. Разделив ее пополам, точно здесь посередине, у нас получатся две головы. Одна собачья, а другая барана. Угадайте, где находятся границы вот этой собаки. Китайская стена как раз-таки символизирует границы собачьего образа, так сказать. Вот это очень интересная картинка. Найден был, вернее, этот балерьев в Немруде, в Ираке, на территории Ирака. Это шумерская эпоха. Ну, я провожу такие аналогии, но необычные для людей. Вот, к примеру, то яйцо, которое он держит в руках. Если мы отделим такой же точно треугольник, который находится у него на шее, то у нас в руках останется шар. Если мы обратим внимание на вот этот предмет, это маковая головка, и нарисуем эту головку только чуть-чуть побольше размером, то у нас получится вот этот континент. Видите, троя, которую открыл Шлиман, на самом деле это три буквы «Я». Если мы их в ряд поставим, то у нас получится образ короны. И родос, на котором находятся отдельные моменты, огромное колесо каменное на обрыве, это как бы завершение короны. Голова и руки, которые тянутся в сторону египетских пирамид, или крикенил, как я вам вчера уже показывал, это лотос. Поэтому лотос везде в Египте обозначен. Но это тело с крыльями ангелоподобного существа. Сравнительный анализ. Северный полюс, Нефертити. Про Нефертити никто ничего не знает, абсолютно. То, что немцы когда-то украли из Египта статую Нефертити, замуровали ее в камни и вывезли ее. Сейчас она стоит в Берлине в музее. И египтяне все-все хотят, надеются забрать ее. Ну, в общем-то, это сравнение. Понимаете, древние нации, которые существовали у нас на планете, они могли смотреть на все сверху. Птица Калибри, которая указывает носом, вот на эти ступени. На самом деле, вот она Калибри и остров Антикости. Если я сейчас скажу американцу или немцу, что такое кости, он этого слова не поймет. Хотя этот остров находится на американском континенте. А Анти, по ошибке, мы говорим, что это противоположность. На самом деле, мы забываем в тот момент, что антиквариат, или антиквар, это старые. Получаются старые кости. Когда вы будете через гуголь смотреть вот на этот остров, вот в этом месте, это как лоб рыбы, там и глаз виден, все. Обратите внимание на розы ветров или знак Сириуса, крест в кресте. Там должна быть построена пирамида. По моему мнению, если все подвести к этому моменту. Аляску, которую Екатерина отдала, подарила, можно так сказать. На самом деле, избавились от Аляски не ради золота, не ради денег, которые там находятся, а только потому, что это образ льва. Обратите внимание, это канада в перевернутом виде. Видите, зайчик у вас с глазом. Когда будете смотреть через гуголь, этот глаз у вас превратится в удава, свернутого. У нас еще один зайчик присутствует. Вот он. Я здесь просто глазик нарисовал, чтобы вы поняли, что это не случайность. Место, где он сидит, его зад, так сказать, вот тут находится Польша. Или По-Ланд. По – это попа. Если мы скажем «по» – жар, то получается, когда все горит, человек бегает, двигается, и, в общем-то, жар у него внутри. А вот она сама Украина. Обратите внимание, я также нарисовал глазик. Это образ лягушки. А Крым, который, так сказать, русские быстренько его себе приватизировали, на самом деле является лапкой, задней лапкой. Лягушку в сказке, вы помните, шкурку спалили, поэтому ждите. Это только начало. Обратите внимание, да, вот облако какое шикарное. Сфинкс. Случайностей в мире не бывает. Все закономерно. Мы только что на эту тему говорили. Вот монета Левкона. Обратите внимание, на этой монете присутствуют два берега. К сожалению, те, кто вчера здесь не присутствовал, они не поймут, о чем вообще суть. Эти два берега соединены линией. Это вода. Сверху толстая линия, и пять точек снизу, пять точек сверху, и получается десять, и толстая линия, это сто, сто десять. На сто десятом меридиане находятся чакры планеты Земля. Я слушал одно выступление какого-то такого интересного человека в интернете. Он говорит, что, например, Южная Америка – это одна чакра, Африка – это вторая чакра, и пошло и поехало. Чакры находятся на одной линии, они не могут быть разбросаны, поэтому все, что он говорил, это так, шутка. Обратите внимание, вот здесь вот клювик, голова птицы, крылья. Вот начало лошади, ее морда, шея. Вот обезьяна сидит как бы, да, сверху. Вот тут лицо женщины, вот ее глаз, нос, губы, подбородок, шея – это волос. Вот бедренная кость, вот ребра и голова, так сказать. Здесь очень много что посмотреть. Но самое интересное, на этой монете, которая имеет размер всего 21 миллиметр, и северный полюс, и южный полюс обозначены. Если монетку перевернуть, то вот в этом месте мы найдем профиль лица на острове Пасхи, те статуи каменные, которые находятся. Они символизируют нечто, то, что лежит на дне Тихого океана. Огромный образ человекоподобного существа, того самого Адама, который Бог сотворил из глины или из земли. Это его сын, он его как раз-таки в жертву и принес, для того, чтобы мы сегодня с вами достойно могли жить. Так, вот один континент, второй континент, девять линий между ними, восемь человечков. В общем, в Египте все зашифровано, но все имеет абсолютно корректное объяснение, только надо правильно подходить ко всему. Два ключа, тайна, которую откроет молодой, так сказать, папа. Это находится в Германии, на берегу реки Райн. Город называется Цонс. Цонс, назад читаем, там Сон, ну, сын, в общем, если переводить с немецкого. Так, это в бремени. Обратите внимание, вот корона, двуглавый орел, ну, правда, он в лапах не держит спикер и шар. Хотя Ноя Руссия, которую сейчас в Донецке, Донецкая республика, да, Ноя Руссия называет, у них как раз-таки вот точно такой же вот символ. Человек, который будет знать тайну полюсов, входы в полость земли через полюса. Также две монеты, но я не буду это все объяснять. Ага, вот смотрите. Идущее облако. Это сделано в горах Тибета, недалеко от горы Кайлас. Если мы возьмем, что вот эта шляпа слетела с головы, А в этом случае у нас шляпа надета на голову, и головы не видно, но видно, что есть рюкзак и есть две ноги. Вы понимаете? А Аральское море, которое сейчас небольшое озеро превратилось, в нее впадают две реки Амударья и Сыдарья. Если мы, например, Аму прочитаем наоборот, то у нас получится Ума-Дарья. Так что все пойдет именно с Ташкента, вот отсюда начало пути этого человечка. Так, я вчера показывал кое-что, связанное с глобусом и вот с этой картинкой. Обратите внимание, они рядом находятся. Хорус и Зида с рогами гора или Бога Ра. Это остров нашей планеты. Наша планета, в общем-то, сделана из магнита плюсового атмосферы, является минусом. Ну, если мы возьмем за основу, что она полая внутри, тогда те океаны, которые находятся внутри планеты, они так же притягиваются. И люди, которые там живут, так же притягиваются к полости. Рождение нового человека в Египте, египетские фрески, это будет Бог Ра, Сокол или Хорус. Если мы по-английски слово Хорус напишем и прочитаем Он, Рус, он будет русским. Он будет на ладье возглавлять, так сказать, он будет Богом Ра, Богом Солнца. А вот этот вот человек, который будет с рогами на голове, будет ему сопутствовать, так сказать. Они будут в одной лодке плыть. Вот, ну, про ноги я говорить не буду, то связано с Христом, потому что те, кто не знает вчерашнюю тему, то они не поймут просто смысла. Вот в городе Шри-Нагаре находится могила Иисуса Христа. Говорят, что якобы Он умер, воскрес, унесся на небо, там все такое прочее. Ну, придумано много, Библия писалась очень долго, поэтому... На самом деле, город Шри-Нагар, если мы букву Ш ставим на Попа в левую сторону, у нас получается буква З. Получается смысл Зри-Нагар. Именно вот под этим гробом, снизу, нашли еще подземелья, там находится каменный гроб, и когда воск почистили, то увидели крест, два отпечатка ступен и лавровый венок. Отпечаток, так сказать. Поэтому Зри это смотри. Лавровый и Терновый. Ну, Терновый, лавровый, лавровый именно. Терновый это терновый путь человечества. Две тысячи лет люди идут и натыкаются на те же самые грабли или иголки. Терновый это одно, а лавровый, это объединение каждый лист, объединяет каждую нацию, каждую расу в единое целое. Идущий по облакам. В Библии было написано, когда этот момент придет, тогда и будут истинные знания даны. Лицо Бога. Случайностей нету, запомните это. Вот картинка. Значит, вот эта река, это река Тара, Омская область, Окуневский ковчег так называемый. В книге Речкина Михаила говорится о озере Шайтан. Якобы оно более 30 метров, имеет там два дна. И на дне находился храм Ханумана. Если мы слово Хан, Ума, прочитаем правильно, то мы поймем смысл. Обратите внимание, Шайтан у нас находится, вот он. Это местность. Это трава, дорожки и все. Смотрите, вот глаза, нос и его губы, вот даже рожки есть. А если мы посмотрим еще вот посередине, здесь я потом сделаю, вот сюда перенесу этот снимок, тогда вы убедитесь, в чем смысл. Тара. В Ирландии тоже есть местность, которая называется Тара. Обратите внимание, круг с глазами, с ртом, прямая линия, чакры так находятся у нас на планете, вот и плечи есть, это знак Омега. Вот она, Омега. Завершение по Иисусу, на самом деле, Альфа и Омега, это имеет совсем другой смысл. На маске Тутатхамона, Тут, Анх, Ам, Он, это четыре разных слова. Тут, это делать по-немецки. Анх, это священный крест. Ам, это женщина, он, это мужчина. Когда мы накладываем одно на другое, то появляется любовь или делание жизни. Именно на этом месте, на маске, находился венок из цветов полевых. А цветок, это символ венка, который находится на гробнице, так сказать, где я говорил, в городе Шринагаре. Момент настанет. Если вы знаете, был такой человек, он и сейчас, наверное, есть, Сваровский, очень знаменитые, подделки каменные, но очень красивые, не такие дорогие. Так вот, это музей. Обратите внимание, Омега снова. И изо рта, из внутреннего моря, который в момент отлива и прилива вода уходит в поле земли и выходит наружу, как раз таки, вот оно и здесь обозначается все. Когда я зашел вовнутрь, первое, что увидел с левой стороны, это черный саркофаг Татхамона в таких звездочках. Татхамон, вообще-то, что бы ему там делать? Ну и вообще, кто побывает в музее, дай бог, вы очень много интересного найдете, связанное с нашей планетой. Еще раз вернемся к этой картинке. Смотрите, вот он, образ человека. Переносим его сюда. Сверху у нас находится вот как бы волос, а здесь как бы рука, антенна указывает, опять же, на зайчика. Видите, вот ушки, голова и все такое. Это все местность, как это все было сделано, и почему именно растет в одном месте, или не растет трава в другом месте, это может объяснить только сам Господь Бог. Находясь в 2011 году, там со своей палаткой я стоял. Вот видите, здесь находится река. Это река Тара. Тут находится вышка, это деревня Спит еще, это Акунёва. Сорока прилетела, разбудила своим криком. Вышел, посмотрел, Будда сидит в небе. Вот, в увеличенном виде. Еще раз, случайностей не бывает. Значит, они ведут конкретно и дают понять, что-то нужно сделать. Город Женева. Жен Ева, женщина Ева. На немецком языке гемев, ген Евы. Ева, мы знаем, была женою Адама. Второй. Смотрите внимательно. Озеро. Лем, это глина. Ман, это мужчина. Птица, жар птицы, вот она летит. Зайчик. Только смотрите. Остов деревьев, верхушки, перевернут. На самом деле, картинка должна быть перевернута. Тогда будет правильно. Гортовский глобус. Зайчик. Белый голубь, это значит знак Христа. Рыба, также знак Христа. С Гортовским глобусом очень много связано. Петр I, став масоном, очень много получил знаний и привез Гортовский глобус в Россию для того, чтобы он стоял сегодня. Именно здесь, в Санкт-Петербурге. Окно в Европу, именно отсюда все начинается. Обратите внимание, вот Господь Бог. Бог, у него два лица. Он снял шкуру дьявола, потому что инь-янь это черное и белое, в общем-то, взаимозаменяющее. Змей, тянущийся к короне. Серб, это русский, так сказать, образ русского человека. Смотрите внимательно, вот здесь это. Перевернутый знак. Чтобы вы хорошо видели. На долларе такой знак нарисован. Падет доллар скоро. Не будет скоро доллара. И хамбургеры будут 8 рублей стоять. Еще так, лучше будет, да. Так, уточка с яичком. Это реально все. Мы помним сказку, что у нас есть дракон, у него есть яйцо, там есть игла. Все реально, я вам сейчас покажу. Вот она уточка. Вернемся опять в Египет. Сокол с хвостом змеи, так сказать, вот эти извилины, я их насчитал 101. Последние несколько метров просто разрушены. Должно быть 110. 110-й меридиан имеется в виду. Так вот, здесь, спереди вот этого сокола, находится нечто дерево. Видите, корни остались. И слева, и справа были деревья, остались только корни. Вот, ученые заблуждаются, говорят, что лохнежское чудовище, это так, вымысел, сказка. В 25-м году, в прошлом веке, такое вот чудовище было вынесено на берега Калифорнии. Если мы возьмем за основу, извините, что каждый человек занимает площадь, скажем, там, 50 квадратных сантиметров, их здесь 6-7 человек, вот 3 метра уже здесь есть, значит, 3 метра у нас здесь. Вот еще чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. Ну, метров 6-7 точно шея, голова, в общем-то, массивная, и туловище. Если меньше 12-13 метров это чудовище есть, то... А написано просто, что это кит. Глупость полная. А видите, сколько моряки видели этих чудовищ? Везде, абсолютно, по всему миру они есть. Они выплывают и ныряют, в принципе, назад в свой мир, в антимир, в котором они находятся. Дерево тоже у нас присутствует, видите? Смотрите, дуб зеленый, а там хрустальный гроб, и Россия, как раз-таки спящая красавица, скоро проснется. Только еще нам не хватает принца, который все это провернет. Смотрите внимательно, вот Перу, да? Помните там картинки Наска есть, и возможные? Обратите внимание, сегодня, вот он, самолет как бы вылетает, вот он, фюзеляж. Все, абсолютно все дублируется. Люди такого сделать не могли, мы не от обезьян произошли. Чарльз Дарвин, Дарвин, Дарвина это алкоголь. Человек пьяный превращается в обезьяну, это так. Наша планета зашифрована. Если совместить вчерашнее и сегодняшнее выступление, то вы поймете. Так вот, один раз я хотел поговорить с профессором математики, который живет у нас в Германии, и предложил ему послушать свою теорию местонахождения Атлантиды. Ну, он стал, конечно, там про космические скорости говорить, а сам абсолютно не понимает, что такое скорость света. Вы когда-нибудь видели падающую звезду? Вы засекали, сколько секунд она летит? Доля секунды. Вот это скорость света. Ничего, это всякие бывают падения. Падения, всевозможные бывают. Обычно звезда падает мгновение. Астероид падал, что звезда? Так вот, смотрите, для того, чтобы заинтересовать этого профессора математики, мне пришлось быстренько-быстренько придумать теорию возникновения чисел. Вот вы здесь физики и математики работаете с числами, а вы знаете, как они произошли? Можете меня объяснить? От одного до девяти. Это без яны. Углы. Никаких углов, никаких точек. Очень все просто. Все начинается с нуля. Илья Викторович прав в этом плане. До меня. До вас это было. Так вот, смотрите, нуль, север с югом, единица. Сердце вовнутрь, образ сердца, двойка. Любовь у нас сердца получается. Если в дела двоих вмешивается третий, разрушая любовь, у нас получается, что головы заражены третьим, образ тройки нарисовался. Любви нету, в принципе, выкидываем ее. Остается четверка и пятерка. Для того, чтобы получилось шестерка, мы с полвторого на полвосьмого линию делаем. Семерка у нас проверочное число, потому что линия находится еще и посередине. Просто я здесь, так сказать, закамуфлировал, чтобы не совсем было понятно. Так, вот это бы мне убрать надо. Есть такое дело. Ну, восьмерка и девятка. Видите, все просто. Я все это за две минуты придумал. Так, Александр Тимофеевич Жилонкин, известный математик в городе Калининграде. Мы в том году провели по его инициативе встречу. Видите, белые объекты летают. Их там было много, фотографий было много и белых объектов было много. Ну, духи, они везде. Они нас ведут и присутствуют, особенно при правильном понимании всевозможных теорий. Это Москва, Академия наук. Так, вот это очень интересно. В Намибии упал шар, полы внутри. Вот сюда его вложите. Это план полой земли. Это Тибет. Это, значит, Майя. То же самое. Но это шумерская цивилизация. Так, ну, это Тибет был. 2009 год. Рыбу нашел вокруг озера Моносуровар, когда шел. В книгах профессора Мулдашева пишется. Тот, кто рыбу найдет, в общем-то, считается хайлиги или, ну, человек необычный. Он в течение года может эта рыба там что-то делать. По тибетской философии. Ну, я эту рыбу просто к кайлосу принес. И вот на этом камне ее завернул в белые тряпочки и между камней положил. Глаза, в общем-то, расшифровываются. Вот эта связь просто, это как две рыбы. Инь-янь. Леска связывает через рот. Просто Иисус был первый, а тот, кто придет второй, будет говорить как бы антипротивоположность. Но то же самое, что говорил Иисус. Потому что мы не знаем, кто он был. И не в 33 он умер, а в 45 лет. Это легко доказывается. Потому что когда шла беседа между жрецами Иисусом, он говорил, что утверждал, что беседовал с Яковом. А он говорит, как это так, тебе еще нет и 50, а ты утверждаешь, что ты беседовал с Яковом? Если мы возьмем за основу, что в 33 он ушел, то почему, они говорят, тебе еще нет и 50? Внимательно просто читать надо. Вы видели? Извините. В Ватикане стоит Петрус с ключами золотыми. А вот, значит, на полях был такой знак и глаз посередине. Ну, про быка говорить не будем. То же самое. Так, вот смотрите, две пирамиды слева-справа. И только по горизонту можно будет пройти от одной к другой. Это 30-я параллель. И увидите, все это глаза кобры, змея. Перевернуты. Видите, здесь образ. Бык нарисовался. Апис. Фаллос. Иисус сказал, вот я нарисовал тестик. На самом деле, надо пройти, как я уже вам говорил, по параллели и сделать руками нечто. Гора Кайлос – это не то, что мы себе представляем. Вот здесь находится Кайлос. Вот этот образ. Ам – это мужской образ. Это то, что нас соединяет. Понимаете? Совсем все не так, как мы себе представляем. Хотя это горы и ущелья. Да. Двенадцать апостолов, тринадцатый был у нас Христос, рожденный от земли. Ну, в общем-то, тут много чего еще есть. Да, вот расшифровав. Да, вот если повертеть вот это все, видите, может, что получится. Курочка у нас. Что получилось первое? Курица и яйцо. Я скажу, что курица. А кури отца. От отца произошли мы все. А также здесь присутствует еще континент, который имеет образ человека. Вот он. Он лежит вот так. Леонардо да Винчи был непростой человек. Он также был масоном и также знал тайну мироздания. Книга Альфа и Омега у Николая точно такая же. Он будет второй мессия. Золотая икона, которая находится у меня, по наследству досталась. А вот эта картинка очень интересная. Идущий на Голгофу Христос пальцем показывает вверх. Ну, и, в общем-то, самое интересное в середине. Обратите внимание, Египет. Самое интересное в середине. Мария Магдалина держит ребенка на руках. Волос рыжий. У Иисуса тоже рыжий. У него есть наследник от мировингов. Мировингов – это огни в море. Только читать наоборот надо. Яблоко. Так, ну, это связанное с чакрами снова. Так, семерка на лбу. Вы видите, все реально. Это живой теленок. Семерка на дне Тихого океана. Там находится фалас планеты, седьмая чакра. Мальта – кит. Валета – это кит. Это в русской совмещать просто надо. Вот это самая интересная фотография. Именно в этот момент, когда будет править Владимир Владимирович Путин, все и случится. Я, конечно, много говорить могу, показывать, но, к сожалению, времени нет. Так, и для того, чтобы некоторые не восприняли, что здесь что-то кто-то перепутал, я просто приведу трактат, он называется Кори Космо. Это один из известных трактатов, на котором базируется герметическое учение, которое превозносит Гермеса Тесмегиста или Тота египетского. Там рассказывается о том, как был устроен мир. И Исида говорит своему гору относительно Господа Бога. И говорит следующее. Он привел мир к порядку и красоте, придав ей душевное движение. И установил знаки звериных очертаний подле знаков очертаний человеческих. Он наделил их творческой силой и духом искусства. Значит, вот эти строчки служат основанием для тех людей, знающих, которые ищут очертания, звериных очертаний человеческими, в виде так называемых геоглифов. Так называемая каменная книга Тота, одно из вариантов прочтения. Поэтому есть и такие интересы у людей, и мир многограден. И я просто прошу относиться к этому с соответствующим пониманием.